ТОП 7 антимонопольных споров 2019 года Продолжаем спор номер 4 Две компании заключили договор аренды недвижимого имущества, а антимонопольный орган обратился в суд, чтобы признать данный договор недействительным. ФАС настаивала. В результате оспариваемой сделки один из контрагентов данного договора, имея долю на рынке более 25%, приобрел новые площади, что запрещено законом о торговле. Назовем этот закон сокращенно о торговле. Верховный суд, дело дошло до вышестоящей инстанции, заявил, поскольку торговые сети могут осуществлять расчет своей доли только на основании официальных данных Росстата, До опубликования актуальной информации надо руководствоваться статистическими сведениями за предыдущий период. Поэтому сделка по приобретению дополнительных торговых площадей розничной сетью не может быть признана недействительной. Внимание! Это самое главное. Если заключившие сделку хозяйствующие субъекты действовали добросовестно и не могли знать о превышении установленного порога, номер дела будет в описании. Верховный суд указал, что при определении соответствия сделки антимонопольным требованиям важную роль играет добросовестность торговой сети. Факт превышения максимального порога на момент совершения сделки установлен не был и не был также известен сторонам, поэтому запретительное условие закона о торговле не могло быть учтено. На законодательном уровне вопрос о правовых последствиях таких сделок не урегулирован, что порождает правовую неопределенность и соответствующие риски заключения соглашений. В отсутствие правовой нормы суд оценил фактические обстоятельства заключения сделки и правильно использовал общие принципы гражданского права. То есть, какой вывод мы можем сделать по четвертому спору? Вывод может быть следующим. Когда в законодательстве есть какие-то определенные пробелы, коллизии, правовая неопределенность, то всегда есть риск административного надзорного контроля со стороны уполномоченных органов государственной власти. Этот контроль не всегда может быть адекватным. Не всегда он может быть на 100% прозрачным. Поэтому есть судебная проверка соответствующих решений госорганов. И мы на данном примере убедились, что ничего незаконного контрагенты не сделали. Абсолютно ничего незаконного не было. Это нужно иметь в виду. Продолжение следует... Продолжение следует...